Там даже ведь какая система была? Прежде чем включались антенны, гудела сирена. Сирена означала, что с определенного сектора люди должны уйти, и плюс никто не должен оказаться у антенн, потому что для антенн перемолоть человека в фарш ничего не стоило. Настолько мощно это вот, моторы стояли, и точность вообще, конечно. Вообще вся система, это вот, ну, чем-то она представляла гигантский револьвер. Вот антенна, система. Представляете, вот когда поворачивают, в данном случае поворачивались вот эти сыры. И они к этим излучателям как раз поворачивались. То есть, и плюс внутри аппаратура огромнейшее количество, ну, зал, наверное, вот как вот этот, вот по объему. И это все было заставлено шкафами, и все обслуживалось офицерами. Вот, но техника ламповая была, поэтому, собственно говоря, имела плюсы и минусы. Плюсы какие? В случае ядерного взрыва электроника сграет, лампы гаснут, и через некоторое время снова включаются. Им хоть бы что. Почему в Советском Союзе долгое время вся техника была ламповая военная? Одна из причин – живучесть в случае нанесения ядерного удара. Над нами смеялись, американцы крутили у виска. На самом деле, это мы должны были крутить у виска и смеяться над ними, а не над нами. Но в последующем, когда электроника появилась, способная выдерживать именно электромагнитное излучение, как сейчас в космосе, микросхемы, да, то, естественно, мы тоже наладили этот выпуск. Все, и пускали. Хотя, в общем-то, более совершенная техника у нас уже существовала в 60-е годы, это противоракетная оборона, у нас уже были электронно-вычислительные машины, транзисторы. Кнутов Юрий Альбертович, директор Музея войск противовоздушной обороны, военный историк или военный эксперт, как вам удобно. Вокруг Москвы существовало 56 зенитно-ракетных полков. На внешнем? Значит, на внешнем кольце было 34, на внутреннем – 22. Кроме этого, было еще 7 ракетных баз, вся система делилась на корпуса, и, соответственно, был центральный командный пункт, штаб армии находился, который, собственно говоря, осуществлял руководство вот этой вот всей системы, которая предназначалась для защиты Москвы от ударов стратегической авиации. То есть, в первую очередь, система предназначалась для уничтожения стратегических бомбардировщиков, которые могли нести ядерные бомбы. Система была создана в 1955 году и вообще предназначалась для, отражения так называемого «звездного налета», то есть удара авиации с разных направлений, со всех направлений, более чем 1100 бомбардировщиков одновременно. То есть, система сама по себе уникальна. Вот перед нами находится аппаратура, соответственно, рабочее место оператора выбора целей – пуска ракет. Вот такой шкаф позволял одновременно сопровождать пять целей. Представьте себе, 1955 год. Клюпельный механизм, который напоминает по всей, с точки зрения функции, джойстик современный. Вот здесь у нас перекрестие, цель. Соответственно, здесь угол места и азимут. Соответственно, мы подгоняем меточку к цели, берем ее в перекрестие и нажимаем кнопочку. И после этого цель начинает автоматически сопровождаться. Автоматически, без участия человека. То есть, здесь, с этого рабочего места можно было сопровождать пять целей. Было четыре таких шкафа. То есть, мы всего могли, станция могла, то есть, фактически один полк мог сопровождать 20 целей. Но в секторе где-то, ну, примерно около 60 градусов. Вначале он был чуть меньше, а потом чуть больше. Сектора они друг друга перекрывали. То есть, изначально, конечно, возможности ракет были не очень высокие. Где-то там от 500 метров даже и более. Но потом эту границу опустили до 100 метров. То есть, это вообще, с точки зрения боевых характеристик, систему снимали, последний полк был снят с вооружения в 1988 году. В начале 1988 года. Последний полк был снят с вооружения. Но его боевые характеристики, ракеты, соответствовали комплексу Патриот, который американцам только поступал на вооружение в это время. Размеры, конечно, несравнимы. Патриот, естественно, где-то в тысячу раз меньше. Но по боевым характеристикам, боевым возможностям, они были идентичны. Здесь тоже еще шкафы идут, три солдатика вот здесь. И здесь такая же история. Это 75, убийца Б-52, которого в Вьетнаме воевал. Вот здесь три шкафа идут. И здесь три. Один индикатор по дальности, по углу места и по азимуту. И каждый солдатик захватывает цель. Понятно, да? Еще дополнительно к этому есть три шкафа. Это только, это вот то, что касается офицер-группы. Это три шкафа по одной группе. А офицер-группу что делает? Он фактически это, а помехи могут быть, еще могут быть всякие моменты, понимаете? Бывает необходимо в ручном сопровождении, если помехи ставят автоматической. Вот он как бы навел общую картину, а солдатику только нужно чуть-чуть подстроить для того, чтобы взять эту цель. Да, вот они. Поворачиваем, ну, соответственно. Ну, здесь вот. И вот здесь кнопочку нажимаем, это пуск уже будет. Ну, это, видите, здесь защищено просто, чтобы... Ну, это старое заблокировано, но так я не буду ломать. Вот мы ее отодвигаем и нажимаем кнопку пуск. А это возврат? Возврат – это следящие струбы ракеты. Возврат, ну, это не ракета. Возврат ракет. Да, возврат ракет. Если вот представьте себе, если очень цель была важная, то у нас была возможность сразу четырьмя группами, это вот как бы одна группа, рабочее место, четырьмя группами эту цель сопровождать и наводить даже при необходимости четыре ракеты на одну цель, что гарантировало, ну, не то что стопроцентное, а тысячепроцентное поражение. В общем, система сама по себе сверхуникальна. Она, конечно, в боевом смысле никогда не использовалась. Но на полигонах стреляли, и стреляли весьма и весьма удачно. И ее потом, даже когда ее сняли с вооружения, скажем так, учебная база этой системы находилась на полигоне. И, соответственно, станция, она была не подземная. Вот реальные станции, они находились заглубленные. Причем в инженерном отношении это было такое укрытие, которое позволяло выдержать попадание 500-килограммовой фугасной бомбы. А техническая батарея занимается заправкой, тоже обслуживанием ракет, установкой. Установка очень интересная на 25-й системе. Там практически весь прицеп вот так вот ставится вместе с ракетой. Ракета крепится к столу, и потом только прицеп опускается, и отгоняется тягачок. Но уязвимость ее заключалась в антеннах. Антенна из системы, это две гигантские антенны, их называли сыры, сыр. Сыры, они вращались в разных плоскостях, и фактически они обеспечили сканирование воздушного пространства механическое. Не электрическое, не электронное, как вот сейчас, а именно механическое, рупорное. То есть что такое? Вот стоит рупор, да? И вот представьте себе, вот мы подключаем другой рупор, да? Вот под этим углом. Следующий рупор подключаем под этим, под этим, под этим. И вот таким вот образом механически подключаем разные рупоры. И за счет этого сигнал идет сюда и возвращается, снова возвращается. Понятно, да? Вот это все было сделано на базе вот таких вот антенн, которые, рупорные антенны, которые называли сырами, которые крутились гигантской скоростью. И, собственно говоря, они обеспечивали вот те характеристики, которые было бы необходимо создать. Уязвимость эти антенны в случае ядерного взрыва, они, собственно говоря, ударной волной поражались. Именно поэтому от этой системы, такую систему планировали создать вокруг Ленинграда более совершенную, такую систему даже хотели сделать на поезде. То есть вот эшелоны, это все размещается на эшелоне, двигается, соответственно, обеспечивает безопасность в разных городах, можно было прикрывать. Но потом поняли, что в случае ядерного конфликта эта система крайне уязвима. Поэтому была создана система С-75, подвижная, более универсальная, более живучая. А Москва, это вот так до конца 1987-го, и вот в начале, как я сказал, 1988-го года последний полк был снят. Но фактически в конце 87-го. Вот эти вот ракеты мы использовали долгое время, и даже до сих пор еще используем, в качестве мишени. Она взлетает и потом идет вниз и приобретает характеристики крылатой ракеты. И в качестве мишени мы более современными комплексами по ним стреляем. Ну, сейчас у нас уже появились и мишени крылатой ракеты, и, собственно говоря, более современная техника. Ну, в ряде случаев мы еще используем вот даже такие. То есть она продолжает служить практически по сегодняшний день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова